Ремонт этой дороги действительно долгожданный, особенно для местных жителей. Все дело в том, что трасса соединяет два поселка Лопатина и Дружбу. Средняя школа находится во втором, и раньше родители просто боялись отпускать своих детей одних. Ведь им приходилось идти по обочине, а освещения не было никакого. После ремонта страхи улетучились. Здесь появился тротуар, установили фонари освещения и оборудовали сразу несколько пешеходных переходов. Сбылись мечты жителей 15 лет, ждали ремонта данной дороги. Было много обращений граждан во все службы, во все инстанции доходили до президента Российской Федерации. Из-за того, что были случаи аварийных ситуаций. Начать ремонт так долго не могли из-за сложностей с финансированием. Эта дорога федерального значения соединяет трассы А-300, Самара-Большая Черниговка, граница с Казахстаном и М-5 Урал. Благодаря государственной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проезжую часть наконец привели в порядок. Подрядчик отремонтировал больше трех километров магистрали. Здесь уложили два новых слоя асфальта, использовали специальную полимерную сетку. Она распределяет нагрузки на дорожное полотно и предотвращает появление трещин. Гарантия на такую дорогу 5 лет. Все работы по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» производят под патронажем общественников. Облегчило жителям, пенсионерам подход даже к почте, в принципе, из-за своей пенсии. Вдоль дороги находится почта, средняя школа, детские сады. Дорогу ремонтировали два года, сейчас ее полностью сдали. Осталось лишь подключить освещение, но это вопрос лишь пары недель. Оформлены документы на техническое присоединение освещения. Документы переданы в ПАО «Самара Энерго» для заключения договора на энергоснабжение. После заключения договора будет осуществлено мероприятие по включению освещения, но это ориентировочно до 15 ноября. До 2024 года благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать почти полторы тысячи километров областных трасс. Мария Левина, Николай Пифанов, События.